Достигай Израиль и весь мир Слава Господу! Баруха Шем! Благословенное имя Господне! Добро пожаловать на программу «Узнавая еврейского Иисуса». Мы находимся в захватывающей серии о том, как Иисус совершает библейский иудаизм. Как ты знаешь, сегодня наш выпуск взбудоражит многих. Ведь так, Синтия? Когда ты впервые поделился посланием, которым ты собираешься поделиться сегодня, это изменило мою жизнь. Когда я училась в колледже, я хотела понять, кто такой Бог. Я хотела познать Его и для чего я живу. Но я знала, что не все об этом задумываются, и мне это было непонятно. Поэтому, когда я услышала это послание, я знала, что это истина, и это принесло мне свободу. Ты сама пережила это на себе. Когда ты получила это откровение, это сильно тебя изменило. Это придало тебе силы, любви к Богу и огромного дерзновения. Поэтому, когда ты говоришь людям, что это откровение кардинально меняет наши жизни, ты говоришь не гипотетически, а из личного опыта. Это написано, что когда мы принимаем Духа Святого, то становимся детьми для Него. И моя молитва сегодня, чтобы вы тоже обрели свободу и через это послание осознали, кто вы и что значите для Господа. Баруха Шем, благословенно имя Господне. Мы находимся во втором сезоне серии «Как Бог совершает библейский иудаизм». Отец наш Бог, мы просим Тебя дать нам Духа премудрости и разумения, чтобы нам открывать для себя Твое Слово и понимать Твою природу во имя Иешуа. Аминь. Я говорю о том, что план спасения, открытый в Еврейской Библии или Танахе, в том, что мы называем Ветхим Заветом, идентичен с планом спасения в Завете Новом. Как люди получали спасение в Еврейской Библии? Они получали спасение через то, что суверенный Бог сам их избирал, и поскольку Бог избирал себе человека, то человек получал веру и спасение. Именно так был спасен Израиль. Это народ, которого Бог избрал среди всех народов земли. Так написано во Второзаконии 7.7. Это не они особенные, просто Бог их возлюбил. И также сегодня люди познают Бога благодаря тому, что Сам Бог их избрал. Павел задает этот вопрос в 9 главе послания к римлянам. Он говорит, если Иешуа, Божий Мессия, то почему так много людей в Израиле не верят в Него? Он говорит, неужели Слово Божие не сбылось? Итак, является ли Израиль избранным Божьим народом? Мы знаем, что Израиль избранный Божий народ. Мы с вами увидим, что они были избраны для того, чтобы принести миру откровение о Боге. Когда мы говорим, что они были избраны, это не означает, что каждый отдельный еврей был избран для того, чтобы ходить с Богом. В истории Израиля мы видим, что многие евреи не ходили с Богом. Но Израиль был избран быть нацией, которая принесет откровение спасения этому миру. Пророки были евреями, откровение пришло через еврейскую Библию, и в итоге сам Мессия пришел в этот мир через Израиль. Был избран народ Израиля, а не каждый отдельный представитель этого народа. Поэтому Бог сказал через Илью, что он сохранил для себя 7 тысяч тех, кто не преклонился перед валом. Итак, 9 глава Римлянам. Павел поднимает вопрос, как же так, если Израиль избранный Божий народ и Иисус Мессия, то почему так много людей в Израиле не уверовали в Него? Неужели не сбылось Божье Слово? Если Израиль избранный Божий народ и Иешуа это Мессия, то почему же так много евреев не уверовали в Него? Что произошло? Неужели Божий план не сработал? И Павел отвечает на этот вопрос. Он говорит, конечно же, Божий план сработал. Он отвечает на этот вопрос тем, что не каждый человек, рожденный в народе Израиля, был избран Богом для того, чтобы ходить с Богом. Я понимаю, что здесь вы чувствуете некое противоречие, но я прошу вас проявить терпение. Я постараюсь все вам объяснить на основании Слова Божьего. То, чем я сегодня буду делиться с вами, это сбалансированное Слово Божие. И то, о чем я сегодня буду говорить, действительно очень важно, потому что, когда вы поймете истину, которую я сегодня попытаюсь вам передать, эта истина укрепит вас в вашем хождении с Богом. Бог не изменил Своему Слову. То, что многие люди в Израиле не верят в Иешуа, не означает, что не сбылось Слово Божие. Итак, послание к римлянам, 9 глава. Тут Павел объясняет нам это дело. Давайте мы прочитаем, начиная с 10 стиха 9 главы. И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Итак, Ревекко, еврейка, в ее чреве близнецы, и теперь 11 стих. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании, то есть Божий выбор, Божие избрание, происходило не от дел, но от призывающего. Сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего, как и написано. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Правда, звучит как-то не совсем справедливо. Близнецы еще не родились. Они не успели сделать что-то хорошее или плохое. Некоторым людям не понравилось, что здесь сказал Павел. Это показалось им нелогичным. Поэтому они решили воспринять слова Павла по-своему. Они утверждают, несмотря на то, что эти близнецы еще не успели сделать что-то хорошее или плохое, Бог же знал их жизнь наперед, поэтому его решение обусловлено тем, что он знал, как они будут жить. Но Павел говорит здесь не об этом. Павел говорит, что сам Бог решает, кого привлечь к себе. И это никак не связано ни с Иаковом, ни с Исавом, ни с их делами, ни с их сутью. Это суверенное решение Бога. Это Божие избрание. Только послушайте еще раз. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, разве не ясно Павел говорит, что Бог решает, кого из двух в очреве ему избрать? Он ясно говорит «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Больший будет в порабощении у меньшего. То, что Бог одного из них избрал, а другого нет, совершенно не зависело от их природы и самих дел Иакова и Исава. Бог избрал того, кого сам захотел. Это его прерогатива. Он – Бог. Точно так же, как Бог сказал во второзаконии 7.7, «Израиль, я избрал тебя для себя из всех народов земли». Бог выделил Израиля из всех народов. Он выразил таким образом свою суверенную волю. Он сказал, что он избрал их не потому, что Израиль был чудесным народом. Они были самыми малочисленными. Но он это сделал потому, что возлюбил их, возлюбленные. Вы любите Иисуса, потому что Иисус прежде возлюбил вас. И вы имеете веру по той причине, что Бог даровал вам веру. Это его дар. В прошлой программе я как раз об этом и говорил. Если только вы осознаете, кто вы в нем, и узнаете свое предназначение, это вызовет вас огромную радость. Как сказал Иисус в Евангелии от Иоанна, «Не вы меня избрали, но я вас избрал». Итак, мы продолжаем. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Звучит несправедливо, правда? И то, о чем я говорю сегодня, тоже звучит несправедливо. Но вы можете быть уверены, что именно так мы должны истолковывать Слово Божие. Потому что Павел прекрасно знал, что нам придется данное откровение не по душе. И вот что он говорит после этого. Что же скажем? Неужели не правда у Бога? Никак. Этим я хочу сказать, что Бог не относится ко всем одинаково. Он не обязан этого делать. Он Бог. Я ясно говорю об этом, потому что именно так говорит нам Священное Писание. «Услышьте меня». А люди не хотят это слышать, потому что это не соответствует их личному нравственному уровню. Они хотят, чтобы Бог был справедливым по такому же принципу, как и человечество должно быть справедливым. Но пути Бога выше наших путей. И мысли Его выше наших мыслей. Бог справедлив, но вся суть в том, что Бог вообще не обязан был кого-то избирать. Этого не заслужил никто. Помните, на прошлой неделе мы смотрели с вами в послании к Ефесинам такие слова? «Мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог не обязан был нас спасать. Если бы Он решил уничтожить весь мир, как Он сделал во времена Ноя, Бог был бы при этом справедлив. Никто из нас не заслужил помилования от Бога. Нам нечего от Него требовать. Если Бог решил к некоторым людям проявить свою милость в то время, когда абсолютно никто этой милости сам по себе не заслужил, разве делает это Бога несправедливым и виновным? Если я пройдусь по нашей улице и постучусь в любую дверь, в какую мне захочется, и когда мне откроют, скажу «Вот вам 100 долларов», удивленный человек спросит «Это мне? А за что? А я скажу «А просто так, как в том мультике. Я просто захотел сделать это для вас». Разве буду я виновным в том, что не пошел в другие 55 домов на нашей улице и не дал им по 100 долларов каждому? Нет, я не буду в этом виновным, потому что никто из них не заслужил эти 100 долларов. И тот, кому я дал эту сумму, тоже этого не заслужил. Это был мой свободный выбор. Я сам захотел его благословить. Я не виноват в том, что не благословил и остальных. И точно так же Бог выбрал людей из всего мира, из всех тех, кто удалялся от Него все дальше. И мы с вами были чадами гнева, как и прочее. Писание говорит, что никто из нас не искал Бога. И в Евангелии, когда к Иисусу обратились «Учитель благой», он сказал, «А почему вы называете меня благим?» Один Бог благ. Исайя увидел Бога и сказал, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди такого же народа». Если в этом грязном мире Бог решил очистить некоторых, то он не виноват в том, что не избрал остальных. Он же не отверг приходящих к нему. Бог спасает всех, кто обращается к нему, но никто не приходит к нему, если только он сам не привлечет нас к себе. Одно из самых зрелищных обращений к Богу было спасение одного вора. Он входил в доверие к людям, специально становился их другом и затем обкрадывал их. Он даже обкрадывал церкви. Вот послушайте сами эту историю. Он долгое время был вором и промышлял в нашем городе. Он обкрадывал разных людей. Он иногда угонял мотоциклы. Он говорит, что люди и не подозревали, что он вор. Он входил в доверие к людям. Они и догадываться не могли, каковы его мотивы. Вчера вечером он получил слово отравина, и после этого не мог заснуть всю ночь. Сегодня где-то в 6 утра он позвонил мне и сказал, что он добровольно хочет принять Иисуса. Это было удивительно видеть человека, который перед всеми искренне признался в том, что он промышлял воровством. Это был его тайный грех. Но сила Евангелия так коснулась его, что изменила его жизнь полностью. На этой неделе я обокрал церковь. После того, как я услышал слово «равина», это слово меня обличило. «Вчера я был вором, а сегодня я — последователь моего Господа Иисуса Христа. Аминь». Итак, мы продолжаем. То, что люди считают справедливым, не всегда совпадает с тем, что Бог считает справедливым. Почему вы можете быть уверены в том, что то, о чем я говорю сегодня, — Божья истина? Потому что Павел предвидел реакцию людей на его утверждение. И, возможно, именно так отреагировали на его слова и вы. В 14 стихе он говорит, что же скажем? Он знает, что в нашем человеческом понимании это может показаться несправедливым. Нам кажется, что Бог просто обязан ко всем людям на Земле относиться одинаково. Итак, Павел говорит, что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Под неправдой имеется в виду несправедливость. Неужели Бог несправедлив? Никак. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. И теперь обратите внимание на то, что он говорит в следующем стихе. «Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». То есть Бог, кого хочет, того и помилует. Я дал вам аналогию с тем, что я вышел из дому и постучал в дверь к одному из соседей на моей улице. А всего на нашей улице 55 домов. Я этому соседу ничего не сделал, и он ничего не сделал для меня. Мы ничего друг другу не должны. Но я просто решил благословить кого-то. Постучал в его дверь и дал ему 100 долларов. Это мне? За что? Не за что. Я просто так захотел вас благословить. Сосед просто в восторге. Но я при этом не виновен в том, что не дал всем остальным на моей улице по 100 долларов. Итак, Бог говорит, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. То есть все зависит не от того, кто мы и что мы делаем, но зависит от Бога милующего. Многие люди, услышав это учение, не могут его принять. Они считают, что всегда дело в самом человеке. Может, Бог, предузнав человека заранее, выбрал его за какие-то заслуги. Но это противоречит тому, что здесь говорит Павел. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Это так похоже на то, о чем мы читали во второй главе послания Ефесиным, что все мы по природе свои чадо гнева. Даже мы, рожденные свыше, мы были мертвы по нашим грехам и преступлениям. Так говорил Павел. Так в чем же наше отличие? Четвертый стих второй главы Ефесиным. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился». Вы видите здесь сходство с девятой главой послания к римлянам? Вы понимаете, что здесь сказано о Боге? Вы принимаете Слово Божие, отбросив все попытки рационально все объяснить? Его пути выше ваших путей. Библия ясно говорит нам об этом. Надеюсь, вы сможете воспринять это слово. Многим сложно воспринять тот факт, что Бог избрал людей. Но Божие избрание? Точно, библейский термин. К примеру, пару недель назад мы читали Ефесиным 1 главу 4 стих, что Бог избрал нас во Христе прежде создания мира. Да и Петр обращает свое послание к избранным Божьим. Также в Библии мы видим слово «предопределил». Ефесиным 1 глава, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Послание к кремлянам, 8 глава. А кого избрал, тех и предопределил. Люди в упор не хотят видеть это в Библии. Но я покажу вам эти места. Мы выведем их на экран. Для кого-то из вас это что-то новое. Ефесиным 1 глава 4 и 5 стихи. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе». Он избрал нас, и поскольку Он избрал нас, чтобы мы были Его, чтобы мы были святыми и непорочными пред Ним в любви. 5 стихи говорит, что Он предопределил усыновить нас. Поэтому бесполезно спорить о том, что слова «избрал» и «предопределил» нельзя применить к Богу. Потому что, как ни крути, эти слова есть в Писании. Отвергнув их, вы отвергаете всю Библию. И теперь давайте откроем место в 8 главе Римлянам. Здесь приведена та же концепция. «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вечно. Аллилуйя!» Римлянам, 8 глава, 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Что значит «кого предузнал»? Павел не имел в виду, что Бог предузнал, что вы будете делать в вашей жизни, и поскольку Он знал заранее, что вы Его изберете, Он вас предопределил. Павел говорит обратное. Он вас возлюбил прежде и предузнал вас. Как сказано в послании к Ефесианам, вы были избраны им прежде создания мира. И поэтому Ефесианам 1.4 Бог вас предопределил для себя. Надеюсь, вы понимаете это. То, что Его выбор пал на вас, от вас не зависело. Он вас избрал не потому, что увидел, что вы потом изберете Его. Я повторяю. Он избрал нас с вами не потому, что увидел, что мы потом изберем Его. В таком случае, Его избрание зависело бы от того, изберем мы Его или нет. Но Павел ясно говорит, что помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Он милует того, кого хочет, еще до того, как родились близнецы. Они не сделали еще ни доброго, ни худого, но чтобы исполнились Божьи цели, Бог избрал для Себя одного из них. Он избрал меня и вас, не потому, что видел заранее, а что потом мы выберем Его. В послании к Кремленам 8 главе 29 стихе сказано, тех, кого Он предузнал, тех и предопределил. Это означает, что Он избрал нас для Себя прежде создания мира, до нашего рождения. Так же, как и Еремия был избран во чреве матери. Поскольку мы были избраны, Бог привел нас к Себе. Иисус подытоживает это в Евангелии от Иоанна и говорит, не вы меня избрали, но Я вас избрал. Вы избраны Богом. Для чего вы вообще пытаться этому противостоять? Почему бы вам не принять сам факт того, что Бог, ваш Творец, Сам лично вас избрал прежде создания мира, чтобы вы принадлежали Ему и были с Ним в отношениях, чтобы вы были святы и непорочны в любви. Бог любит вас. Он всегда вас любил и любит настолько, что больше уже просто невозможно. С вами сегодня был Равин Шнайдер. Благословений вам и шалом! Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году, одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть Своему народу приносить Ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мирою добрую, утрясенную и нагнетенную. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудио-проповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На земле многие из нас верны Господу в финансах. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Вы получаете назидание в вере и обновление через проповедь Равина. Если вы получаете благословение через проповедь Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тело Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке служение, узнавая еврейского Иисуса, сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите Ютуб сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Иисус родился иудеем, жил иудеем и умер иудеем. Его первые последователи были иудеи, но все же христианство и иудаизм разделены. Раскопайте исторические факты, стоящие за этим великим разделением, с помощью новой книги Керта Шнайдера «Лев Иудин». Равин говорит о том, что две религии, которые поклоняются тому же Богу, идут разными путями. Но однажды христианство и иудаизм объединятся под знаменем Мессии и Иешуа. Узнайте, как соединены между собой Ветхие и Новые Заветы, и как Иисус совершает иудаизм. Не пропустите следующий выпуск, в котором Равин раскроет тему предопределения и что об этом говорит нам Библия.